Привет друзья, у микрофона странник, а это халява от Epic Games. На этой неделе нам отдают легендарную стратегию в реальном времени, Homeworld Remastered Collection. На самом деле там две игры отдают, но про вторую игру Severed Steel я уже рассказывал, так что просто в конце немного повторюсь про нее. А что это за игра такая Homeworld и стоит ли она нашего внимания, рассмотрим немного позже. А сейчас я прошу тебя подписаться на мой канал. Каждую неделю я делюсь своим мнением о бесплатной раздаче в Epic Games, а также прохожу различные игры. Заходи, смотри, подписывайся. Homeworld Remastered Collection. Это переиздание легендарной игры Homeworld, которая появилась на свет в 1999 году. Да, вот настолько она уже старая. А легендарная она потому, что это была одна из первых стратегий, которые были не на плоской карте, как в StarCraft к примеру, а в космосе, где у нас уже было 6 направлений. И тогда это было реально уникально. Напомню, что игре уже как бы 24 года. И одна из фишек игры в то время была, что все объекты реально работают. Я к тому, что если нужно выпустить, например, корабль из материнского корабля, то открывается шлюз и оттуда вылетает корабль. В общем, была проработка деталей. В 2015 году уже вышел ремастер на эту игру. Игра осталась такой же, обновили только текстурки. Но давайте будем честны, сейчас это все равно смотрится не очень. Особенно для меня, так как я сейчас прохожу Elite Dangerous, и после тех текстурок Homeworld выглядит просто ужасно. Угловатые прямоугольники, поверх которых натянута картинка. Объемность деталей надо дофантазировать. В общем, я к тому, что внешне, конечно, трудно, особенно в самом начале, смотреть на это. Но игра же это не только внешний вид. В основном в игре нас увлекает игровая механика. Так вот, нашему вниманию будет доступна история о том, как одна цивилизация будет пытаться вернуться к себе на родину. В течение кампании нам будет рассказана история о том, как так получилось, что наша колония пытается вернуться с окраины галактики к своему дому. И попытается уничтожить захватчика. В общем, там история интересная, не то чтобы очень глубокая, но прикольная. Сама же кампания будет состоять из 16 миссий. К каждой миссии мы должны справиться с противником, прежде чем продвинемся дальше. А защищать мы будем свой материнский корабль. Самый большой и главный корабль, в который собралось все население для возврата на историческую родину. Проодолевать огромное расстояние мы будем с помощью гипердвигателя. А в точке нашего управления нас будет поджидать противник, который нам будет мешать. Если говорить без всей мишуры, то на карте мы собираем ресурсы, убиваем противника, прокачиваем технологии по развитию новых кораблей, строим эти самые корабли и летим дальше. Причем после уничтожения противника можно и даже нужно собирать все ресурсы на локации и прокачивать и строить все, что можно. Потому как продвигаясь дальше мы переносим все, что накопили. Это кстати прикольно сделано, да и логично. А прокачивать есть то, потому что в игре более 100 различных кораблей. Кстати мы там можем не только строить свои корабли, но и захватывать противника. Потому что противник это обычно другая нация и мы таким образом можем получить крутые корабли другой нации. С учетом, что игра от 1999 года, я не могу сказать, что она сложная. Да и сделана неплохо, но если не учитывать текстурки. По механике все очень даже забавно. А к текстуркам я так и не привык. Хоть я и не привереда по графике, но видеть прямоугольники и в принципе графику тех годов как-то глаз режет. Если подводить итог, игра неплохая. Есть мультиплеер, не зная будет ли он в Epic Games работать, да и не уверен, что он там особо нужен. Игра откровенно говоря устарела. Также смущает момент, что по описанию в Epic Games в игре не будет русского языка. Хотя на других платформах русский язык есть. Надеюсь, что это опять недочет Epic Games по описанию. Так как если там нет русского языка, то 100% можно пропускать игру. Еще хочу сказать такой момент насчет сюжета. Он там есть и подается простенько, но как говорится, лучше пускай будет, чем его нет. А игру в целом можно рассматривать как цепочку заданий, где ты раскачиваешь свою армию и уничтожаешь противника, продвигаясь вперед. В среднем игру можно пройти за часов 10. И давайте пару слов о второй игре. Severed Steel. Может кто не забрал в прошлый раз. Эта игра относится к шутерам, где нам предстоит играть за сильную независимую девушку, которая потеряла руку и пытается выбраться из этого места. Вся игра построена на скоростном прохождении по локации, с возможностью замедления времени и раздавания хедшотов в голову противника. Есть некоторые особенности игры, такие как разрушение уровня для построения более интересного прохода для себя. Плюс так как у героини нет одной руки, она перезаряжаться не может, поэтому отстреляли оружие и подобрали новое с противника, что еще больше способствует разнообразию. Игра также небольшая, но динамичная и задорная. И в целом большинству игрокам зашла. Лично мне такое не понравилось. Но это мое мнение. Я очень давно в шутеры не играл и скорее всего просто отвыкал от них. Плохого про игру сказать ничего не могу. Так что советую вам забрать Severed Steel и попробовать, если вы не играли еще в нее. Игра сделана хорошо, так что точно не пожалеете, если вам зайдет такой формат. А на этом у меня все. Такое мое мнение об этой раздаче. Если ты считаешь по-другому, то буду рад почитать твое мнение в комментариях. Ну а если согласен, буду рад любому комментарию. Большое тебе спасибо за просмотр. Не забывай подписываться на канал. Ну а я желаю тебе всего хорошего, удачи и пока.